В аэропорту Шимкента задержали чиновника, который находился в международном розыске за похищение 32 миллионов тенге. Он украл их во время пандемии и все эти годы был в бегах. Возможно, спустя 4 года человек решил, что его преступления все забыли и простили. Но, как показывает практика, наказание рано или поздно настигает преступника. Особенно, если это касается коррупционеров. Закон стал суров к взяточникам и казнокрадам. Воровать стало сложнее, а сроки для расхитителей казны увеличились. Каким образом коррупция станет новым уяд в обществе, расскажу в сегодняшнем выпуске. Это программа «Стоп коррупция». Меня зовут Артем Петров. Здравствуйте. А вы знали, что в этом году Казахстан признан самой богатой страной в Центральной Азии? Журнал Global Finance опубликовал рейтинг бедности стран, где можно только порадоваться нашим успехом. Правда, о радости ту общей назвать язык не поворачивается, так как далеко не у всех казахстанцев доходы позволяют вести безбедное существование. Причина бедности населения в любой стране – это не только проблемы экономики, но и в первую очередь – это еще и коррупция. Много лет в нашей стране боролись с коррупцией одним лишь кнутом, то есть уголовным преследованием и тюремными сроками. И то далеко не все воры оказались за решеткой. Как выяснилось, некоторые, как писал Оруэлл, были перед законом ровнее других. Разгул коррупции, безнаказанность и вседозвольность, которую чувствовала отдельная категория граждан, породили недоверие населения к власти. Несколько лет назад появилось понимание, что бороться с коррупцией нужно другими методами. Одних тюремных сроков мало, необходимо еще и менять менталитет и воспитывать неприятие коррупции. В декабре 2020 года серьезно ужесточена ответственность за коррупционные преступления, исключена возможность применения досрочного освобождения для осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Усилена санкция за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей. Санкция за взяточничество достигает 15 лет лишения свободы. Больше дают только убийцам и насильникам. Лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие составы взяточничества, не может назначаться отбытие наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Это колонии-поселения, грубо говоря. В 2019 году в Казахстане ввели институт антикоррупционной экспертизы. Что это значит? Теперь все проекты законов и подзаконных актов проходят через так называемое антикоррупционное сито. Руководители стали нести персональную ответственность за коррупцию подчиненных. Допустим, украл заместитель Акима, суд признал его виновным, и Аким обязан покинуть свою должность. Неважно, хороший или плохой Аким, много ли сделал для своего региона, но если твой подчиненный вор, значит ты несешь за него персональную ответственность. Схема простая и вполне эффективна, как показывает время. Два года назад таким образом с госслужбы ушел политический тяжеловес Умирзак Шукиев. Его подчиненного экс-акима города Кентау Даурена Махажанова поймали на крупной взятке и осудили. Следом подал в отставку его шеф, глава Туркестанской области. У нас должен быть индикатор полезности чиновника, индикатор его действия, вклада в экономику, вклада в решение вопросов того же развития бизнеса, инвестиций. Он должен быть четкий показатель. А у нас что? У нас критерии, сколько бумаг рассмотрел, сколько заявлений рассмотрел, сколько бумагу вовремя отправил. И главный минус это, если где-то что-то просрочил. Вот это их главный показатель работы. Надо кардинально все это менять. В 2022 году президент Казахстана Касым Жамар Токаев утвердил концепцию развития антикоррупционной политики на 5 лет. И строится эта политика на трех китах. Формирование антикоррупционной культуры, устранение предпосылок к коррупции и обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию. Если говорить простыми словами, человек должен не допускать мысли о коррупции, не иметь возможности воровать из бюджета. И он должен бояться стать взяточником и казнократом. В 2020 году усовершенствована система поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции. А также внедрен полный запрет на дарение и получение подарков должностными лицами. Существенно ограничена совместная работа близких родственников в госорганизациях. Усилена ответственность за коррупцию в квази-государственном секторе. Теперь работники квази-госсектора, участвующие в организации и проведении закупок, ну это занимающие именно руководящие должности самостоятельного подразделения, они относятся к субъектам коррупции. Здесь же внедрены комплайнс-службы, ответственные за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности. В 2023 году ограничения для чиновников еще больше ужесточили на законодательном уровне, ввели ответственность за необоснованное обогащение. Суть заключается в том, что если чиновник не сможет объяснить разницу в доходах и расходах, то ее будут изымать в пользу государства. Если расхождение значительное, то госслужащему грозит увольнение по отрицательным мотивам. К слову, этот же закон защищает тех, кто сообщает о фактах коррупции. Эти люди не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены или же переведены на другую должность без рекомендации дисциплинарной комиссии или внутреннего коллегиального органа. В первую очередь, законопроекты направлены на реализацию законодательных инициатив, предусмотренных в концепции антикоррупционной политики. И имплементацию передовых международных стандартов. Выделю ключевые из них. Это введение публичного реестра коррупционеров. В реестре будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Потом основанием для включения лиц в реестр будет являться это вступивший в законную силу обвинительный приговор. Потом исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости. Реестр будет размещаться на сайте агентства. Введение реестра предполагает закрепить за агентством, а порядок введения реестра и взаимодействия с КПСУ, Генеральной прокуратурой будет отрегулирован соответствующим ведомственным приказом. Именно в части борьбы с коррупцией такой реестр нужен. Можно говорить о правах человека, можно говорить о окружении и так далее. Но если ты пришел на госслужбу, если ты пришел, значит, давал клятву, присягу, значит, давал обязательства перед обществом, служение государственной службы – это обязательства перед обществом, что ты будешь делать во имя, во благо этого общества, для этого общества, и действуешь, когда принимаешь решение от имени же и так далее, то я считаю, что такие меры необходимы. Во всяком случае, в этот период. Сами борцы с коррупцией считают, что публичный реестр казнократов и взяточников станет эффективным профилактическим инструментом. Во-первых, появление в таком черном списке нерукопожатных лиц – это уже удар по репутации и самооценке человека. Во-вторых, культура отмены сработает моментально, человека будут избегать уважаемые представители общества. В-третьих, любимый нами шейминг или уяд, и эти понятия будут относиться к коррупционным деяниям. Введение такого реестра создаст в обществе атмосферу нетерпимости коррупции, когда информация о совершении лицом коррупционного преступления станет публичной, а факт совершения коррупционного преступления – постыдным деянием. То есть криминализация обещания предложения взятки с учетом имеющегося международного опыта и по результатам проведенных согласований. Уголовный кодекс предполагает дополнительными, дополнить новыми статьями – это 366 прим. 1 – это дача согласия на получение, просьбы или требования взятки. И 367, часть 1, прим. 1 – предложение обещания взятки. И часть 1 статьи 366 – это ответственность госслужащих за дачу согласия на получение взятки. Это будет штраф до 1000 МРП, либо ограничением свободы на срок до 1 года. По части 2 за просьбу или предложение взятки предусмотрена санкция в виде штрафа до 2000 МРП. Это более 7 миллионов тенге, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Криминализация даже обещания и предложения взятки сформируют соответствующую культуру в обществе, где даже разговоры о взятках станут неприемлемыми. И это позволит пресекать коррупцию, так сказать, на корню. О фактах мздоимства вы можете в любое время сообщить по номеру 1424. Это горячая линия антикоррупционной службы. Встретимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok